Первая точка рабочей поездки – оздоровительный лагерь «Чайка» в селе Веселом. Там глава региона оценил условия размещения детей из приграничных территорий. Как кормят? Очень вкусно. Как встретили вас? Очень доброе. Хорошо. Как спальное помещение? Хорошо. Здесь хорошо. Все-таки и площадка, и спокойненько, и родителям будет поспокойнее чуть-чуть. И вы отдохнете. Перед началом сезона провели косметический ремонт. В лагере организовали несколько ранних смен для детей из Шебекинского округа. В первые больше 70 человек. Следующая запланирована с 10 мая. Для ребят уютные комнаты, вкусная обеда. Главное – возможность отвлечься. Сейчас накаленная обстановка, но сейчас я приехал в этот лагерь, и мне как-то поспокойнее. Но даже здесь дети продолжают учиться дистанционно. Взяли с собой ноутбуки и учебники. У нас недавно закончились уроки. Заехали отлично, встретили тепло. Распределились, живем. Все нравится. Погода хорошая. Кормят отлично. Также шебекинцев ждут мастер-классы, игры, психологические тренинги. Не зря поехали? Да, точно не зря. Следующая точка поездки – молочный комплекс в селе Ливенки. Предприятие в числе производственных лидеров районов. В этом году уже мощность будет полностью. Проблемы с тем, чтобы обновлять стаду, нет. Уже свое поголовье переносли. В прошлом году молочный комплекс получил солидную господдержку на возмещение капитальных затрат 202 миллиона рублей. А за последние 7 лет несколько этапов реализовали проект по созданию молочно-товарной фермы с общим поголовьем более 5000 коров и новыми рабочими местами. Все производство автоматизировано. Губернатору показали современные доильные карусели, программное обеспечение, с помощью которого контролируют поголовье. В программе хранится вся информация о каждом животном. Вячеслав Гладков осмотрел помещение, где выращивают телят для воспроизводства стада. Действие содержит до 20-го дня, потом выходят двойные клетки. На объекте создали больше 70 новых рабочих мест. Средняя заработная плата – 52 тысячи. За этот год бюджеты всех уровней ожидается отчисление с доходов порядка 62 миллионов рублей налогов и сборов. Кроме того, здесь сохраняют уровень доходов работников, которые участвуют в СВО. Благодаря таким предприятиям и живет муниципалитет, отметил глава региона. А район сохраняет звание молочной столицы Белогорья. А это уже берюч. Вячеслав Гладков проинспектировал ход капитального ремонта поликлиники Красногвардейской ЦРБ. Работу разделили на этапы, чтобы медики продолжали оказывать помощь пациентам. «Поликлиника рассчитана на 280 посещений. Смену работаем. Две смены. И, конечно, выполненный капитальный ремонт по программе модернизации первичного звена, естественно, нам позволит повысить и доступность, и качество оказанной помощи». Всего в этом году по нацпроекту здравоохранения программе модернизации первичного звена в муниципалитете капитально отремонтируют три объекта. В том числе фельдшерско-акушерский пункт села Палатова и Верхососинский центр врача общей практики. В завершении рабочей поездки по муниципалитету руководитель области вместе со своими профильными заместителями встретился с жителями в Берюче. Татьяна Куликова, Александр Кветко. Такой день на мире Белогория.